ребят обещала выйти сейчас в эфир но залипла на своем эфире который захотела пересмотреть пересмотрела сейчас продолжу в прошлом эфире мы сейчас разбирали самые самые такие частые ошибки в нашей жизни которые мы делаем что приводит нас к долгам кредитам и безденежью вот потом я разобрала ошибки по поводу мужчин вскользь там было пять минут до времени можно чуть-чуть еще вернуться к мужчинам почему у вас его нету и у меня еще третья тема была которую я хотела сейчас озвучить это почему у нас женские болезни как это связано с едой вот я хотела про это побольше по поводу мужчин мы остановились на том что первое мы никак не проявляемся а нас просто не знают когда нас не видят не слышат и о нас не знают мы нигде не предоставлены до не заявляем о себе даже не выходим на улицу вот у нас конечно никто не может найти но это банальная причина ждать в инфантильной позиции прихода погоды у моря не получится надо тоже идет какие-то действия второе по поводу мужчин если даже женщин не важно давайте будем тогда не про мужчин говорите потому что мужчины сейчас активно тоже смотрят мой канал по поводу второй половинки во первых нужно себя хоть как-то где-то представлять проявлять где-то бывать куда-то ходить в соцсетях активно об этом говорить потому что вас не видят вот это первое второе мы не понимаем кого мы ищем мы не знаем да кто нам нужен и для этого нам нужно конечно в первую очередь в себе разобраться до чего мы хотим да какие у нас желания что мы хотим от отношений мы хотим вторую половинку там женщину или мужчину для того чтобы свои дырки закрыть до свою неполноценность любите меня то что я себя не люблю дайте мне то что у меня нет там обеспечите меня дайте мне защиту уверенность завтрашний мне и так далее то есть если мы хотим тоже в мужчине дырки закрыть то эти отношения тоже ни к чему хорошему не приведут и всегда будем с вами несчастны обжигаться с этим вот нам нужно проработать со своей ценностью со своей нужностью со своей женской энергии там принятие желания со своей мужской энергии делать идти в свои желания и мужчины конечно идут на свет и женщины тоже идут на свет идут на энергию если вы счастливы вы самодостаточные то есть вам достаточно себя вы настолько наслаждаетесь жизнью кайфуете делаете все что вы хотите выбираете себя то вы такие и нужны да а если вы живете в претензиях к этому миру и в претензиях к себе то зачем вам соединяться с кем-то да если вы такой в претензиях весь никто не хочет на вас сливать свою энергию отдавать вам свою энергию если вы даже эту энергию не оцените потому что вы себя не цените естественно вы не знаете что это такое не можете оценить другого вот и начались темы что женщины очень много еще дают а ничего не берут эту тему то что мы должны все время обмениваться вот я разобрала с темой долгов и денег вот и точно так же и с мужчинами и у нас должен быть взаимообмен мы должны как женщины мужчину мужчину развлекать устраивать досуг радовать делать его счастливым делать его счастливым когда мы сами счастливы радоваться всему что приходит в эту жизнь и брать брать мы женщины женская энергия брать там мужики мужская энергия делать вы всегда довольствуетесь меньше вообще ничего даже не берете и мужчины считают то что люби меня таким какой я есть я ничего не буду делать я же тебе рестораны даю я же тебе там досуг устраиваю он это делает для себя для вас он еще пока ничего не сделал вам нужны мужские поступки мужская ответственность он берет ответственность за семью за вас за детей если он не берет ответственность за вас за семью детей ничего не хочет делать именно для вас то что вы хотите вот то он автоматически даже принять то что вы хотите ему дать он не может потому что он сам ничего не отдает не ведитесь девочки, не ведитесь на мужиков, которые говорят, я всё делаю для тебя, я нахожу для тебя времени, чтобы провести с тобой время. Он это делает для себя, он находит время для себя, чтобы провести время, и его женщина наполнила, чтобы его женщина порадовала, чтобы она дала ему женскую энергию, чтобы она его развлекла, потому что когда он зарабатывает, когда он что-то делает, ему нужна поддержка, вдохновение и женская энергия, он мамонтов там окучивает, а вы должны помочь ему расслабиться, помочь ему отдохнуть, набраться сил, набраться женской энергии, для того, чтобы он смог с новыми силами пойти нового мамонта зарабатывать. Но вы от него даже мамонтов не берёте. У него пропадает желание внутренней души даже заработать денег, потому что вам ничего не нужно. Вы его любите, как мамочка-ребёнка. Автоматически в ваших семейных отношениях проблемы с сексом, потому что вы не хотите ребёнка, который только делает всё для себя, берёт только вашу любовь, люби меня такую, как я и есть. Я в ресторан свозил, ты должна быть счастлива. Я там отдохнул с тобой, ты должна быть счастлива. А ты мне ещё должна. Ты мне ещё должна секса, ты мне должна вот это, ты мне должна радость свою принести, энергию дать. Он делает всё для себя, когда устраивает свой досуг. Вы за это ему ничего не должны. Не надо думать, что если он вас отвёз покушать, вы ему чем-то обязаны. Вы его развлекали, пока он кушал, понимаете? Вы его развлекали, пока он устраивал себе досуг. И если вы это поймёте и не будете ему ничего давать до тех пор, пока он вам не даст то, что вам нужно, тогда всё будет хорошо. У них нет мотивации вам ничего давать, потому что вы считаете, что то, что он ничего не даёт, это уже он дал. Он дал себя. Такого между мужчиной и женщиной не может быть. Женщина-мать любит, безусловно, своего ребёнка, сыночка, потому что это отношения мамы и ребёнка. Но когда вы, безусловно, ищите любовь в мужчине в своём и думаете, что я его люблю, безусловно, мне ничего не нужно, главное, это любовь, вы не сможете даже возбудиться и хотеть от него обмена энергии во время секса, потому что вы не чувствуете в нём мужчину, он ребёнок, он только берёт и ещё требует за это, потому что он в позиции ребёнка, он ещё не взял ответственность за то, что можно что-то делать для женщины. если вы перестанете вот просто так быть давалками, у мужчин появится мотивация, а сейчас её нету, вы все мотивации у мужчин забрали, поэтому они не могут ничего вам дать, потому что вы готовы просто так любить его, вот, но эта любовь заканчивается только на уровне я тебя люблю, а хотеть вы его не хотите, секса с ним не хотите, потому что инцест вам не нравится, вам не нравится, когда вы мамочка, вам не нравится заниматься сексом с ребёнком, вот, который только берёт у родителей, да, ничего не может дать пока. Когда мужчина повзрослеет, любой, кто меня сейчас смотрит, если вы повзрослеете, вы поймёте, то, что что бы вы не делали с женщиной, вы это делаете для себя, никогда не тыкаете женщину вот таким образом, то, что смотри, дорогая, сколько я для тебя сделал, я нашёл времени, оторвав себя от работы, и вот я тебе себя отдал, чувак, ты пока ещё ничего не дал. Когда вы перестанете останавливаться, возле таких мужчин, которые считают, что им все должны, вы встретите своего мужика, который вам будет делать всё, что вы хотите, и ему это будет по кайфу, по радости, и когда он это будет отдавать, вы сможете ему много-много дать энергии, на которую он очень много заработает, мужик, но пока вам этого не надо, вы просто хотите любить безусловно мужика, а мужик просто хочет «люби меня за то, что я есть», ничего хорошего в этих отношениях не получится, поэтому настолько разводов, поэтому мужики не могут заставить заниматься свою женщину сексом, потому что она не чувствует вас мужчину, вот и всё, я сейчас перескакиваю, тут у меня смотрят и мужчины, и женщины, когда вы выбираете мужиков, вы должны смотреть на их слова, на их поведение, на их действия, если он вас тащит сразу в постель, при этом ничего не дал, бегите, если он только говорит и не делает, бегите, если у него куча претензий, бегите, не останавливайтесь, ищите дальше, вам нужен всем мужчина, тот, который действует, который починит вам розетки, сделает что-то в доме, который позаботится о том, чтобы вы были счастливы, о том, чтобы у вас всё было хорошо, а не развлекушки, а развлекушки, девочки, это наша обязанность, мы должны мотивировать мужика работать, делать действия, это сила, мочь делать, делать вклад с пользой в эту жизнь, и устраивать досуг, не мужик должен быть, а что ты меня никуда не возишь, а что ты никуда не можешь придумать, это вы должны придумать и сказать, так, дорогой, вот у нас горы на этой неделе будут, а вот туда я на лыжи хочу тебя свозить, а вот здесь мы вот так должны отдохнуть, женщина должна расслаблять мужчину, давать ему отдых, давать ему комфорт, давать ему развлечения, а вы, как женщина, должны тоже что-то отдавать, а не только хотеть денег, и при этом ещё и развлекай, у вас вообще кони, люди, всё смешалось, мужчина это действие, а женщина это дарить комфорт и любовь и развлекать, понимаете, бабы хотят, чтобы мужики развлекали, а мужики думают, раз я тебя развлёк, значит, я что-то для тебя сделал, вот неправильная позиция, на сайте знакомств, когда вы чётко напишите, кто вам нужен, сделайте фильтр чёткий, без претензий, а то, что мне нравится, когда мужчины делают, когда мужчины действуют, когда они мало говорят, мне нравятся мужчины, которые любят путешествовать или ещё что-то, то есть обрисуйте портрет мужчины, которого вы ищите, такого вы и встретите, но когда вы ничего не пишите, кого вы ищите, будут писать, естественно, все подряд, и вы просто устанете выбирать, выбирать. Я на курсе бесплатном своём часто публикую всякие штуки, которые я могу делать для людей, и вот буквально вчера я написала там пост, что я могу разбирать ваши анкеты психологические, да, и помочь с выбором, с выбором, чтобы вы видели, какой мужчина там, токсичный, тиран, или женщина, да, с претензиями, или ещё что-то, чтобы вы их там всех влево свайпали, да, а те, кто действительно хорошо что-то написал, да, вправо, вот, то есть обращайтесь, я могу сделать психологический разбор, да, ваши анкеты, и помочь с выбором, на что вы должны обращать внимание, да, если он тиран, или жертва, или все ему должны, или он вечно с претензиями, то не надо останавливаться возле таких, если вы хотите найти себе мужчину, вы должны знать, да, чего вы хотите, это хотя бы в первую очередь, вот, что вам нужно, вот вы это тоже должны знать, потому что вы должны это говорить мужчине, что вам нужно, не я для тебя сделал, отвез тебя покушать в ресторан, да, а я тебе сделал действительно, что тебе нужно, например, у вас неоплаченная коммуналка, нахрена вам этот ресторан, развлекать его, пускай он домой купит продукты, и спросит вас, не нужна ли помощь по дому, или там заплатить за вашу коммуналку, вот это вот он для вас сделал, не для себя, для вас, и когда он это для вас сделал, вы можете уже видеть, что это мужик, можно строить с ним какие-то отношения, а ходить вот так вот, когда вас разводят вообще жестко, я же тебя в ресторан свозил, поехали, дорогая, ночь проведем, вообще шикарно просто, он еще и развлекся за вас счет, вы развлекли, он сам кайфанул, для себя это все сделал, а вы еще потом ему и должны, прикиньте, как круто получается, каждый делает все для себя, никто для вас ничего не делает, и вы должны понимать и разговаривать, что вам действительно нужно, и говорить об этом мужчине, так, ну и не останавливаться у тех, кто не готов, вообще не готов ничего делать для вас, зачем вам такой, не останавливайтесь с людьми, кто женат, не останавливайтесь с тем, кому нужно погулять и так далее, мы сами балуем мужиков и воспитываем их инфантильными такими, поэтому обращайтесь, я помогу вам составить анкету для того, чтобы к вам пришел именно тот мужчина, которого вы хотите, коротко, емко и информативно, и покажу, как выбирать их хотя бы, выбирать мужиков, а не баб в мужском теле, это первое, во-вторых, вам нужно учиться тоже отдавать свою женскую энергию и понимать, что вы должны дать мужчине, потому что почему-то все мужчины считают, что они что-то делают за женщин, хотя они ни хрена ничего не делают, и при этом корят всех бабы, говорят, а что ты делаешь для меня, что ты можешь, у тебя кроме там между ног что-то, больше ничего нет, ты больше ничего не можешь дать, кроме секса, они так думают, мужики, без женской энергии вы далеко не уедете, и женщины тоже не понимают, что мужчинам давать, они думают, что они дали им секса, этого достаточно, не, нифига, это недостаточно, короче, в две в крайности женщины входят, они ничего не берут, и все дают, мужчины не понимают, что должна дать женщина, и не понимают, что они должны давать, короче, вообще все смешалось, кони, люди, так, это про мужчину с женщиной, про отношения, если нужно написать, разобрать, сейчас магическую таблетку делаю, если нужно помочь новой установке, чтобы вы себе в голову воткнули, им следовали, обращайтесь, я сейчас делаю за 900 рублей очень классную личную книжку для чтения каждому, по его запросу, по его проблеме, так, это была минутка рекламы, сейчас я тему хотела третью раскрыть, третий вопрос, которым большинство ко мне пришли, это женские болезни, и хотела рассказать немного про физический мир, и про психосоматику, про энергию, мы с вами творцы, и весь этот мир, который мы видим вокруг себя, мы творим своим мышлением, подумали, подсознательно приняли решение, эти решения наш ум принимает, даёт сигнал, и мы действуем на автоматическом уровне, и от наших действий мы во внешнем мире получаем то, что получаем, то есть мышление, решение, действие, мы получаем то, что получаем, мы творим всё сами, причина в нас, причина психосоматики любых болезней, причина психосоматики любых проблем, причина в том, что мы имеем, это в нашем мышлении, это я уже много-много-много-много раз говорила, но смотрите, у нас физическое тело и физический мир, в котором мы живём, да, мы его создаём своим мышлением, но мы своим мышлением создаём такую реальность физическую, которая действует на физический мир, мы создаём своим мышлением условия, которые уже проявляются вовне и влияют на нас. То есть мы создаём условия. Влияет, конечно же, на физический мир только физическое. Допустим, вы упали с высоты и поломали себе ногу. Что это? На поломку ноги и то, что вы упали. Воздействовал физический мир, можно так сказать. Виновата высота. То есть физический мир повлиял, высота. То есть вы упали с высоты. Вы залезли на эту высоту и упали с неё. И поэтому поломали ногу. То есть благодаря тому, что в физическом мире есть эта высота. Вы упали. Физический мир повлиял на ваше физическое тело. но залезть на эту высоту ваше решение, ваши действия. Первая причина в голове залезть на эту высоту и упасть с неё. Но для того, чтобы этот ментальный мир перерос физический, вам нужно создать условия, высоту. То есть не ваше мышление повлияло на то, что вы ногу сломали, а высота, понимаете, физический мир. Без этой высоты вы бы не смогли это сделать. Вы не смогли бы сломать ногу. Вы не смогли бы упасть. Вам сначала нужно создать в физическом мире условия. условия создали и потом своим решением пришли и упали. Ваши действия привели вас ногами туда, чтобы вы упали. На ровном месте вы упасть не можете. Вы сначала создали условия для того, чтобы увидеть, что в вашей голове. То есть мы творцы себя познаём через физический мир. вы упали и сломали ногу для того, чтобы увидеть, что в вашей голове, какие мысли вас туда привели. То есть психосоматика это первичное. Физический мир уже в реальности нам даёт последствия. То же самое с едой, которую вы всё время отрицаете. Я же творец, я же могу есть всё, что я хочу. Вы своим мышлением создаёте условия, яд, и своими действиями его туда впихиваете. Понимаете? А организм всё время пытается очиститься, очиститься, очиститься. Все ваши опухоли, все ваши женские болезни. Вот у меня с молочницей пришло 6 человек. с кистами, молочницей, по-женски там кисты, опухоли, там что ещё. Не знаю, там много было болячек. Ваше ментальное, физическое, ой, ваше ментальное тело показывает то, что вы убиваете себя, то есть ваше желание любить себя. То есть женская энергия проявляется женскими болячками. Это не любовь к себе. По психосоматике, если вы почитаете там кого? Луизу Хей, кого ещё? У них у всех написано, что женские болезни это не любовь к себе. Любовь к себе это не только ментальное тело, это и физическое тело. То есть вы не любите своё физическое тело. И чтобы показать это, вам нужно создать условия, где вы будете убивать своё физическое тело на физическом уровне. Любить себя это не только идти по своим желаниям, это ещё и забота о себе. А забота о себе это не только чтобы у меня было всё хорошо, я был счастливый, это ещё и о физическом теле забота. И когда тело наше получает куча яда, а мы его в себя впихиваем просто бесконечно, оно пытается очиститься. И молочница это просто то, что ваш кишечник не может переварить, то, что вам не нужно, это просто очищение, он включает очищение, как и в принципе любые болезни. Если вы перестанете есть, допустим, синтетический белый сахар, варёную еду, слизь, которая скапливается в кишечнике, у вас не будет молочницы. И вы этого никак не понимаете, вы отрицаете то, что вы едите, это типа, ну я же творец, на меня не может физический мир воздействовать. Ещё как может, физический мир на вас воздействует всегда, но вы создаёте его, чтобы показать себя, как вы себя не любите. Что вы себе пихаете, лезете на высоту, чтобы оттуда упасть и сломать ногу. Пьёте, курите, ещё что-то делаете. Я хотела динамично рассказать, как-то у меня тема с едой прям подбешивает. Никто не понимает, что убивает своё физическое тело. Я не знаю, как вам это объяснить. Все считают, что то, что мы едим, это нормально. Я не понимаю, как это до вас вообще донести. Если вы начнёте есть то, что дано нам природой и перестанете есть то, что нас убивает, а мы себе показываем, что наш мир пытается нас убить, чтобы мы больные были, фарму, пищепром кормили, работали на своё здоровье. То есть есть некие люди, управленцы этого мира, которые хотят, чтобы люди были как рабы, без мозгов, без мозгов, больные, и работали, а у них были все деньги, а мы только существовали. это отражение того, что наш ум, то есть люди, которые управляют в физическом мире, это отражение нашей головы, наших мозгов, то есть в наших мозгах мы отдали бразды правления нашим мозгам, и не живём нашими чувствами, нашим сердцем, мы не понимаем, где наше желание, где не наше желание, и уму отдали бразды правления. Просто мир — это как бы сигнал нам все эти войны, что мы в голове свою войну сами с собой ведём. Вот это рабство, в которое всё время нас пытается правительство впихнуть, потому что мы рабы самих себя и своего ума. Нелли, здравствуй, если человек на уровне сознания, что я разделяю, что мне плохо или хорошо, я хочу и ем всё во благо. Да ничего вам не во благо. Почему вы не отрезаете руку себе, потому что вам это не во благо. А почему вы едите яд и считаете, что это во благо? Это не во благо. Вы имеете кучу болезней и до сих пор, потому что у вас когнитивный диссонанс. Блин, телефон сел. Вы понимаете, что вы себя убиваете? Понимаете? Вы будете доказывать это себе, что я могу есть всё, что я хочу. Вы можете есть всё, что вы хотите, безусловно. но тогда не корите себя, почему вы больной. Кушайте, кушайте. Пускай организм убивается, а вы себя обманываете. Я могу есть то, что мне нравится. Смотрите, вам кажется, что то, что вы едите, вам нравится. на самом деле вам это не нравится. Вы не себя кормите, а вашу микрофлору, миллиарды особей, чужих, которые через гуморальную систему вами управляют. И все токсичные мысли тоже не ваши. Точно так же, как и то, что вы хотите есть. Это не ваше желание. Вы выдаёте действительное, вернее, как это правильно сказать? Забыла фразу. Вы обманываете себя, что это ваше желание, но это не ваше желание, это зависимость и зомбирование. Вам кажется, что я хочу есть яд, но если он вас убивает, это действительно желание вашей души убивать себя или нет? желаемое за действительное, да, спасибо. Вы даёте желаемое за действительное, да, все написали. Спасибо, спасибо большое, что значит в моменте меня слушаете, я прям рада очень. Наше желание очень легко отличить от не наших желаний, очень легко, в каждом эфире об этом рассказываю, все посты про это пишу. Если это даёт мне жизнь, если это даёт мне пользу, если это даёт мне энергию, это моё желание, потому что жизнь это воплощение моих желаний, жизнь это движение, жизнь это рост, жизнь это когда мы не умираем, а живём. Если наши желания нас убивают, не дают нам пользу, если они отнимают нашу энергию, сокращают нашу жизнь, дают нам болячки и так далее. Это разве наше желание? У нас единственное желание быть счастливым, здоровым, испытывать счастье, здесь сейчас, любовь и жить, наслаждаясь этой жизнью. это желание. Всё, что отбирает у нас жизнь, это желание, не наше. Этими желаниями нами руководят совершенно другие, другие паразиты, другие люди и микрофлора, которые, это не наши чуждые вообще паразиты. почему в нашем мире информация настолько искажена, вы даже не представляете. Типа в учебниках написано микрофлора полезная, хрень симбиотная, которая в нас живёт, помогает переваривать. Наш организм ни желудок, ни кишечник ничего не переваривает. Переваривает микрофлора. Мы научились симбиотно жить, взаимодействовать. Мы их кормим, мы их кормим. Нам для тела еда не нужна. Мы их кормим. Они нам переваривают эту пищу и дают взамен мнимое счастье, отбирая у нас энергию, мнимое счастье, что мы вкинули в себя еду и ресурсы все потратили на то, чтобы как-то вычистить и вывести эти токсины, грязь, хрень, всякую слизь, которую мы сжираем. И мы типа счастливы, потому что когда наш мозг занят выводом этой гадости из организма, у нас отключаются мозги, а нет мозгов, нет проблем. И мы думаем, что мы счастливы, потому что в это время мы думать не можем. Нам, в принципе, эта микрофлора не нужна, эти паразиты, чужие, если мы не будем есть. Все эти учебники, биология, фарма, пищепром, рецепты, что нам еда нужна, без еды мы умрем. Это программы для того, чтобы вами управлять как стадом, чтобы вы не могли ни о чем думать и тратили энергию, только чтобы выводить мусор, в который вы все опихаете и кормить эту микрофлору. вы можете есть, если вы хотите, только то, что очень быстро, очень быстро переваривается и выходит само, это все такое легкое и природное. То, что вы едите химическое и то, что вы едите тяжелое, жирное, жареное, вареное, там нет ни витаминов. И всю синтетику в БАДах и витаминах вы считаете, что это витамины, но на самом деле там ничего нет. Это химия, убивающая систему вашего опознавания. То есть вы просто чувства убиваете любой химозы, которую вы себя сжираете. Поэтому не чувствуете боль, не чувствуете, что вы болеете, вы просто отключаете рецепторы организма, чтобы не чувствовать. Нам все время заглушают сигналы тела. Фарма это бизнес, пищепром это бизнес. На вас делают деньги, чтобы вы просто работали. Природное, которое не нужно готовить. Да, все верно. Если вы едите все виды семян, можете их замачивать, их варить, не надо. Я все виды семян покупаю, замачиваю, проращиваю. Они в банке постоят пару дней, там ростки. В блендере прекрасно. Я не сливаю энергию на то, чтобы вывести всю хрень с организма. Поэтому у меня всегда много энергии. А если у меня есть энергия, у меня есть деньги, исполняются все мои желания. Когда вы кушаете, у вас нет желаний, у вас нет энергии. у вас нет денег, у вас нет силы воли что-то делать, вам лень, у вас апатия. Причина в еде. А еда это просто фактор того, чтобы показать, что вы себя не любите. Вы не делаете то, чтобы сохранять вашу энергию, умножать и получать. Вы делаете ровно только то, чтобы эту энергию максимально слить, которую вы хоть по крупиночке собрали. И все. Как это вам еще объяснить? Как еще вам объяснить? Давайте вопросы. Вот когда вы вопросы задаете по еде, блин, у меня прям поток идет, что вам ответить. Я уже не знаю, сколько про эту еду можно уже говорить. помимо того, что ваш организм все время пытается вывести этот мусор, он в полной мере очиститься не может. Сил энергии маловато для этого. У вас все это скапливается. У вас все это скапливается. И все любые опухоли, которые у вас есть, начиная от невинной кисты или еще что-то. Это просто свалки мусора токсичного, который организм не может вывести. Он все время у вас в процессе очищения бесконечного. Вы всю энергию туда, туда, туда. Потому что вы считаете, что желание жрать это ваше желание. Это не ваше желание. Если это вас убивает, то это не может быть вашим желанием. Никак. Я люблю покушать, потому что еще многие программы, с которыми я родилась, которые у меня есть, не позволяют мне совершенно ничего не есть. Потому что еще микрофлора живет и требует жрачки. поэтому я минимизировала свое питание. И питая его ровно тем, что быстро выводится и не требует энергии на вывод организма. Курс по питанию вот мне буквально три дня назад моя помощница Кристина сказала сделать. Короче, я буду делать. У меня сейчас марафон проработать ваши долги. Я хочу лайтовый такой вот прям очень легкий сделать и очень понятный где мы будем с вами на видео обсуждать разговаривать и все ваши затыки и шаблоны с этим проработать. Он напомню будет в начале октября где-то после октября ноября 5-го 10-го затем у меня самый большой запрос по поводу отношений отношений почему нет мужика либо есть но я его не хочу и он ничего не делает он лежит на диване как мне его мотивировать и как это вообще все исправить как раскачать свою женскую энергию как стать легкой как стать счастливой радостной и для того чтобы мужчина этой энергией подпитался и смог вам уже этого мамонта наконец-то дать которого вы хотите но у него нет желания потому что вы в нем этого желания не возбуждаете вообще потому что вы себя вообще не любите загнали непонятно куда вот и следующий после марафона долгов у меня будет марафон по поводу отношений и следующий это получается уже в конце ноября в начале декабря я буду питание делать потому что это блин на еде завязана вся наша жизнь мы с помощью еды с вами закрываем наши проблемы все проблемы придумывает ум посмотрите мое видео почитайте книжку работы с шаблонами мышления я там все про ум рассказала почему он это делает для чего и что у нас проблем то на самом деле нет их придумывает ум и мы идем решать эти проблемы которых нет и они бы сами решились бы но уму надо постоянно их решать почему это надо решать вот я в книжке написала видяху посмотрите вот есть там по-моему 6 3 5 6 глава до 6 главы дочитала вот почему наш ум это делает как он создает проблемы мы не хотим решать проблем потому что у нас на это нет энергии у нас нет энергии потому что мы сожрали в еде когда мы поели мы получили мнимую радость еда украла радость у меня еще пост такой был года три назад мы счастливы после еды мы хотим поесть и поэтому от еды получаем радость почему потому что когда мы эту химическую еду сожрали наш мозг отключается а когда он ни о чем не думает мы можем расслабиться а когда мы расслаблены у нас нет проблем то есть мы не думаем о проблемах поэтому нам кажется что нам хорошо но энергии как не было так и нет а радость это физиологическая тема когда дофамин у нас скачет когда мы чувствуем когда нам кайфово радость она приходит не того что мы пожирали а того что мы что-то сделали потому что радость это сигнал наполнения энергии радость это сигнал наполнения энергии еще раз говорю тело нам просто подсказывает что сейчас вы генерируете энергию где мы можем генерировать энергию только в действиях только в действиях а вы думаете что вы радуетесь от еды радуетесь от сигареты радуетесь от алкоголя радуетесь от каких-то еще там вещей но вы себя обманываете там нет радости это не та радость эйфории которую вы хотите испытывать потому что там нет энергии настоящая радость где вы счастливы это когда вы генерируете энергию когда вы пожрали вы энергию не сгенерировали. Где там радость? Не обманывайте себя. Вы просто отключили мозги, и поэтому ни о чём не думаете. Раз нет проблем, значит всё хорошо. То есть вы себя обманываете. Эйфорию можно получить только от действий. Когда вы своё желание идёте, эту энергию в физический мир перетаскиваете. И вы кайфуете от того, что ваше желание сбывается, потому что вы это делаете, вы творчеством заняты, своим проявлением. То есть это называется жизнь. Вы живёте, вы желание реализуете своими действиями. Вот тогда у вас есть радость. То есть вы генерируете энергию для следующих, последующих шагов. Воплощаете все свои желания. Вот это радость. Когда вы говорите «я люблю и радуюсь», когда я жру, то я вас поздравляю, вы дебил. Потому что, блин, радость — это только когда вы наполняетесь энергией. Если еда вам сливает энергию, не обманывайте, это не радость. Это уход в омёбное состояние, где вы просто отключаетесь, и ничего не можете думать, придумывать, ещё что-то. И у вас нет сил после еды никогда что-то делать. Надо развивать мозги, читать, учить иностранные языки. И это всё надо. Если вам это надо, то, конечно, воплощайте эти ваши желания, если вам нужно. банально, банально у вас нет денег купить себе платье и пойти в нём как бабочка по улице, наслаждаясь этой классной погодой, только потому, что вы поели токсичную еду, слили энергию, у вас нет денег. Деньги — это энергия. Потому что вы поели. У вас проблемы из-за еды, у вас болезни из-за еды, потому что вы просто отключили себе мозги. Из-за БАДов, которые вы принимаете химические, из-за витаминов химических, которые вы принимаете, из-за зомбоящика и той информации, которую вы принимаете. Дело в том, что еда для нас — это источник информации, а не микро-макроэлементов. Саму вот эту еду, которую вы сожрали, едят чужаки, микрофлора, паразиты. А вы, как человек, получаете информацию. Вот, например, если вы едите мясо, вы получаете информацию какую? Какую, как вы думаете? Вы получаете страхи, стресс, панические атаки, куча-куча всего деструктивного, потому что, когда животного убивают, он испытывает офигенные страхи. И животное чувствует заранее, что его убьют. Уже за неделю знает, за месяц не знаю. Он живёт всю жизнь в страхе. Я не ем мясо, потому что мне вот эта токсичная информация нафиг не нужна. И плюс оно мне не нравится, потому что, когда я провела эксперимент, там уже года два назад, закрыв глаза, кушала неделю закрытыми глазами, медленно пережёвывая, пытаясь понять, нравится мне вкус, нравится ли мне запах. Я поняла, что мне этого ничего не нравится. Но я никогда этого не замечала, потому что я ем на ходу, мои мозги заняты другим, и я не понимаю, что я ем. Мне лишь бы вкинуть в себя и заполнить ту пустоту, которая во мне есть. Мы жрём для того, чтобы заесть свои проблемы, и чтобы о них не думать. И плюс мы жрём для того, чтобы получить радость, а мы её не получаем. Мы искусственно заменяем радость на ничего не думание. И чтобы заткнуть пустоту тех чувств, которых нам не хватает, поэтому мы тоже заедаем их едой. Это просто наркота, с помощью которой вами управляют. Вы жертвы, которыми управляют. Вы курите, потому что вами хотят управлять. Вы пьёте, потому что вы просто как стадо, как корова, которую доят. И вы не хотите проснуться и понять, что вы можете творить этот мир, как вы хотите, исполнять свои желания, что вы можете генерировать энергию, что вы можете её получать, что вы можете сотворять всё, что вам хочется, вы можете притягивать всё, что вы хотите. Вы всё это можете, но есть те, есть те, которых мы создали, чтобы нам показать, что ум нами управляет, которые в физическом мире, да, наше правительство, они управляют нами. Когда вы проснётесь, это осознаете, да, что вы отдали образы правления уму, а в физическом мире другим людям. И слепо в это ведётесь и говорите, мне надо есть всё. Мне бабушка всю жизнь говорила, можно есть всё по чуть-чуть, все эти микро-макроэлементы, варёная еда, жареная, жирная, если я это хочу, это мои желания. Да нихера это не ваше желание. Вот у бабушки моей отрезали, блин, половину органов, там внутри всякие трубки, понимаете, она каковысь, живёт уже там не один десяток лет. И ест до сих пор всё. И считает, что это её желание. Нет, это не её желание. Если её это убивает, это разве может быть её желанием? Нет. То есть надо бросить пить, жрать и всё более-менее наладится? Ну, конечно. Когда вы начнёте любить себя, у вас будет энергия. Всё дело в проблеме любви к себе. То есть вы не обращайте на себя внимания, не обращайте на свои чувства внимания, на то, что вы хотите, на то, что вы не хотите. Вы не разделяете чужие желания, вы живёте по чужим желаниям. Вы не понимаете, где ваши, которые приносят пользу и энергию, а где не ваши, где вы сливаетесь и тратите свою жизнь впустую, сливаете свою энергию. Вы не разбираетесь в этом, потому что вы не обращаете внимания на себя, что вы хотите. И не анализируете. А это то, что я сейчас буду делать, вообще пользу приносит. Вы хоть раз себя спрашивали перед каждым своим действием, пожрать, выпить, побухать, там, я не знаю, или ещё что-то, неважно, перед любой отговоркой себя или каким-то действием. Вы себя спрашивали, это вообще мне полезно или нет? Мне это даёт энергию или нет? Это будет меня радовать? Я счастлив от этого, от того, что я делаю? Вы из себя не спрашиваете. А моё тело сейчас убивается или нет? Если я хочу сегодня сделать физические упражнения, я не сделаю, да? Моё тело деревенеет. Вообще, я могу быть счастлив от того, что у меня больное тело? Нет. Мы не хотим заботиться ни о теле, ни о метальном, да? Ни о физическом. У нас всё время критика себя и не делание ничего. Но если вы эту критику пустите в ровное русло, в правильное русло, то эта критика будет вашим помощником. А когда вы просто критикуете, чтобы себя уничтожить, вы себя в минус. Вы себя только критикуете, и всё. И мотивацию убиваете в себе. А когда вы скажете, «Так, а чего я тело-то своё убиваю? Почему я не забочусь о нём вообще? Я даже не понимаю, что я ем. Мне что дали на полках, то и ем в красочной упаковке». Вы когда-нибудь разбирались вообще, что вы в себя впихиваете? Мало кто разбирается. Вы считаете, что эти каши-овсянки такие полезные, химически обработанные, то, что уже осталось ненужное, вам впихивают, а вы такие и рады стараться. Овсянка — это полезно, потому что я прочитала это в какой-то книге, и раз везде в рецептах пишут, что надо овсянку есть, вот эту вот давленную, овсяные хлопья. Это просто бесполезная слизь, которая взбивает вам кишечник, и у вас потом молочится, и куча проблем, опухоли, болезни какие-то. И вот всё, что вы едите, вы даже не понимаете, вы не разбираетесь даже и не хотите. Вот вы в жизни пытаетесь разобрать миллиарды вопросов, чего-то учите, учите, учите. А почему бы не поучиться жить? Почему бы не поучиться заботиться о своём теле? Почему бы не поучиться заботиться о своих мозгах? Почему бы не поучиться говорить «нет», когда облезают ваши границы? Почему бы не поучиться и не узнать, что вы в себя впихиваете. Чем я питаюсь? Да, вот уже пятый вопрос, чем я питаюсь. У меня в сторисах очень много, чем я питаюсь. Я питаюсь только тем, что очень быстро выводится без труда энергозатрат, потому что пока отказаться полностью от еды я не могу, так как ещё микрофлора, которая со мной тусит, она ещё требует еды через гуморальную систему, но и управляет моими желаниями, я ещё пока не могу. У вас есть книга про тело? У меня есть книга про питание и про ментальное, чем мы создаём болезни. Излечить нельзя игнорировать, там есть и про питание, и про болезни. Почитайте, и ещё вторую книгу про еду я начала, я её закончу после марафона, потому что я хочу марафон провести, посмотреть ещё какие там шаблоны у народа, почему он ест, почему он не хочет даже подумать, что он ест. Вы думаете, то, что вам продают в рекламе и зарабатывают на вас деньги, вам полезно? Все эти рецепты, которые вы смотрите, жареные пареные, вам полезны? Вы бы вообще хоть раз подумали об этом? Я творец, мне можно всё. Ребята, вы создаёте условия себя погубить во внешнем мире, чтобы понять, как вы губите себя в мозгах. Тем, что не генерируйте энергию, а отбирайте её у себя. И физический мир на нас влияет. Когда вы поработаете с головой и начнёте себя любить, уделять себе внимание и время, на себя время, то вы поймёте, что вы больше такой есть даже не будете хотеть. И вот делать вот такие действия не будете хотеть. Мы, ментальные установки, все наши программы, шаблоны, прорабатываем не для того, чтобы мир поменялся, а для того, чтобы действия в физическом мире делать другие, поменять действия. То есть наши действия завязаны на наших решениях, а решения завязаны на наших ментальных установках, на наших программах, на наших мыслях. То есть то, о чём мы думаем, то и наш ум принимает решение. То решение, которое мы приняли, мы пошли это делать. Это всё на автоматическом уровне происходит, потому что осознаём мы всего в секунду мыслей 10, а наш мозг растёт со скоростью 400 миллиардов мыслей в секунду. То есть мы всё неосознанно делаем. Так, я сбилась. Я сбилась. По поводу еды, чем я питаюсь, да, был вопрос. Я питаюсь всем тем, что можно съесть природного в сыром виде, максимально исключив то, что делает пищепром. Никакой тетраупаковки обработаны химически, в которой настолько, вот просто вы представьте, из чего сделана тетраупаковка, да, сколько там херни, да, с продуктом мы потребляем. Никакой тетраупаковки. И продукт не может храниться годами, месяцами свежий без консервантов. Консерванты эти ваши микрофлора тоже не жрёт. Они откладываются у вас в организме и даже практически не выводятся. Они консервируются, можно так сказать, в вашем организме. И вы получаете опухоль, рак, тромбы, ну, любые проблемы. То есть свалки, мусоры, они дадут о себе знать. Многие говорят, ну, вот я, например, ем всё и здорово. А некоторые... Ну, или почему я болею? Объясняешь им, там, за еду, вот ты вот сейчас поменяй питание, да, у тебя организм очистится очень быстро, и ты поймёшь, ну, как бы, что у тебя всё хорошо. Не, ну, другие же жрут всё подряд, и типа всё нормально. Рак будет у всех. Если бы мы чуть подольше бы жили, просто у всех разный метаболизм. У кого-то гены такие, что... Гены, Петя, Саша. Генетика такая, что вы очень быстро можете перерабатывать продукцию, да, которую вы в себя впихиваете. Очень хорошо работает метаболизм ваш. И поэтому ваш рак будет позже, чем вы умрёте. Ну, вот и всё. Если бы мы жили чуть дольше, то мы бы все вообще были бы с опухолем. Все. И у всех были болезни. Ну, кто-то просто умирает раньше, чем успевает понять, что в организме у него эти свалки мусора организовываются. Вот и всё. Рано или поздно все бы увидели бы это. Если человек сейчас здоров, и тело никак не транслирует, это не значит, что он здоров. Потому что рецепторы химии отключаются. Это как сигаретой. Когда вы первую затяжку делаете, либо вы не курите, вы чувствуете этот отвратительный запах, этот вот просто отвратительный вкус от этой сигареты тошнит. Тело сразу показывает, первую затяжку, если сделает не курящий человек, показывает тошноту, головокружение, поднимается давление, поднимается там сахар, поднимается куча всего. Организм начинает срочно-срочно что-то предпринимать и показывать вам сигналом, то что вы яд сожрали, вам плохо, у вас голова кружится. Но когда вы привыкаете к сигарете, вы не чувствуете ни запах, ни головокружение, ни тошноту. Организм понимает то, что всё равно бесполезно этим сигналить, вы всё равно не будете слушать. Он просто отключает сигнал, и вы просто не видите. В вашем организме всё то же самое происходит, вы просто это сейчас не чувствуете, что у вас головокружение, давление поднялось и так далее. Процессы биохимические у вас там происходят, но вы просто это не чувствуете, потому что организм отключил чувствительность вашу, отключил рецепторы. То же самое с едой. Вы хотите там миллиарды кетчупа, майонеза и так далее, перчёное, солёное, кислое, то, что ваш организм вообще не хочет. Он просто к этому привык, и отключил рецепторы и не чувствует. У вас чувствительность просто настолько уровень низкий. Вы не понимаете, что вы едите. Блин, час уже прошёл, опять отключается. Что я ем? Я ем всё живое, всё, что растёт, всё, что не нужно готовить. На сыроедении, на фруктах, на овощах я не вывезу, как и любой фруктоед, сыроеду, он рано или поздно возвращается. Надо каши ещё есть все. Я замачиваю на ночь все семена, вообще какие только бывают, не обработаны в шелухе. Они прорастают, и я их ем. Я делаю из них в блендере кашу. Сейчас мне нравится в последнее время на зелёной гречке. Я просто в неё влюбилась. Я просто покупаю зелёную гречку, не коричневую, которая уже обжарена и там просто слизь от неё. Нет, зелёную живую гречку настояла на ночь, всё, утром в блендере её и смешиваю её с любыми овощами и фруктами. Делаю и сладкие десерты, и такие. Вот такая мне еда нравится. Я поела, и я не чувствую слива сил. Во мне энергии столько, сколько это. Утром поела, я до вечера вообще есть ничего, не хочу. И мне хочется делать, мне нет лени. Я не могу лежать вот пять секунд даже на кровати, потому что, блин, я никуда не слилась. А вы поели и посмотрите, что вам вообще ничего не хочется делать. Так, у меня 40 секунд осталось, и надо успеть отключиться и сохранить эфир. Так что, всё, три марафона буду делать. Сейчас заказывайте, у меня разбор, 900 рублей я делаю. Очень крутой, просто очень. Почитайте отзывы, всё, целую. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...